Космос в центре внимания российской науки. И очень важно, что настоящие космические исследователи начинают свою деятельность уже со школьной скамьи. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на космическом уроке в Центре дополнительного образования Славинска-на-Кубани. Образовательно-просветительский проект «Космический урок» посвящен космонавтике, инновационным технологиям и законам физики с прямым включением с борта Международной космической станции. Роскосмос вместе со своими партнерами проводит цикл таких уроков. Благодаря инициативе коллектива Центра дополнительного образования Славинска-на-Кубани в одном из них удалось принять участие славинским школьникам. Ребята были приглашены в специальный класс «Космогородка», где и состоялся этот необычный урок. Тема урока – электричество, которое стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Все работает от электричества – освещение, разнообразная техника, транспорт, компьютеры и телефоны. Оборудование космических аппаратов также не является исключением. Мы знаем о том, что космос – это что-то бесконечное, это что-то настолько завораживающее и удивительное. Все науки важны в жизни человека. Если не знать одну, то и другая не будет вам подвластна. Поэтому, когда вы изучаете космос, вы затрагиваете и множество других тем, без которых и его изучить нельзя, и с которыми вы сами по себе станете намного начитаннее и умнее. Звонок на всероссийский космический урок прозвенел для славянских ребят, а также москвичей и калининградцев. Учащиеся готовились к уроку заранее, снимали обучающие видеоролики и писали вопросы для космонавтов. Я очень рада, что этот урок состоялся. Мы очень долго к нему готовились. Это было очень ответственное мероприятие. Оно прошло хорошо. Вопросы были интересные. Ответы космонавтов были понятные, объемные. Ну, мне понравилось. На уроке ребята познакомились с основами генерации электроэнергии и электроснабжения служебных модулей космического аппарата. С борта Международной космической станции к уроку присоединились космонавты Олег Каноненко, Николай Чуб и Константин Борисов. Мне очень понравилось участвовать в данном мероприятии. Понравилось разговаривать с космонавтами, задавать им вопросы, рассказывать о физике и физических явлениях. Это яркое событие останется в памяти каждого участника, а кому-то наверняка поможет сделать выбор будущей профессии. Мне очень понравилось задавать вопросы космонавтам, получать на них развернутые ответы. Также я принимала участие в видеоролике для Роскосмос Медиа, и это было очень увлекательно. Меня привлекает технический кружок инженера будущего, потому что я в этом вижу действительно будущее. Я собираюсь поступать в технический университет, выбирать тоже специальность соответствующую, и мне это очень интересно изучать. Космос – это будущее человечества, и я тоже хочу быть причастна к этому. Причастность к чему-то большому, очень серьезному и увлекательному. А что может быть интереснее космоса – вот что привлекает сюда одаренных славянцев. И это движение к будущей мечте начинается для них с космических уроков и необычных занятий. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».